Друзья, как вам эти полдня? Вау! Кто еще больше полюбил франшизу Алиплейта? А кто понимает, что люди работают теми же методами? Выходят не просто с формостойкой, как у нас шутка, а выходят танцевать по паре даже. И причем несколько дней, чтобы на четвертый день кто-то вышел из поместа. Это они просто постоянно. Вы чувствуете? Согласны? И еще сколько-то миллионов вложил? Как вы думаете, как бы вы пристали вокруг стойки, и сколько бы вы стояли на этой стойке? И в каких местах? И как бы вы уговариваете партнеров, чтобы у вас не одна стойка была, а десять, по-моему, на каждом повороте. Потому что вам надо роиться заплатить через две недели. Налоги за аренду, и это нужно все что-то откуда-то взять. Хотели убивать? Вы знаете, скажите, пожалуйста, что кроме предпринимательства объединяет все эти бизнесы? Вообще, как бы все, о чем мы сегодня говорили, СПО, с офисом, без офиса, линейный бизнес, с франчайзием. Что объединяет, что вокруг всего этого вверх? Что является фундаментом, ради чего люди вот это все делают? Соплатили, что это одно слово – деньги. Там мы полежали и говорили, что деньги – это очекальная свобода. И очень многие приходят у нас на продукт, а остаются здесь, потому что они видят первую прибыль, видят первые деньги, потом уже видят команду, видят признание и так далее. И вы знаете, это выступление ждала я. Я не знаю, если не помню, как у нас там это было, это было в феврале, мы начинаем готовить этот семинар. Но абсолютно точно мы просто уговаривали этого спикера, что, пожалуйста, подготовь, нам это надо. Потому что лет семь назад, когда я слышала эту тему от Василия, у нас в семье очень-таки уже глобальные перемены произошли. И когда Василий сказал, что до меня еще за эти семь лет кое-чего дошло, он сказал, Васе, расскажи. Васе, расскажи, почему в мае надо сразу все – техосмотр, налоги, аренда, это и все это. И ты не знаешь, как это все сделать. Не учи нас, Васе, пожалуйста. Поэтому не буду занимать время. У нас сейчас очень серьезный разговор, очень интересный спикер. Том-ливерс компания «Рифлэйн» Василий Кравцов, управление «Рифлэйн» 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 Новый день, дорогие друзья, слышишь меня, да? Вы знаете, я уже первые половины дня, в принципе, можно вообще ничего про наш бизнес не рассказывать. Знаете, я думаю, что нам не надо было рассказывать про наш бизнес. Нам нужно было пригласить предпринимателей, чтобы они рассказали, как они работают, а дальше нам всем сказать – ребята, понятно, Берёт работа. Чего уже тут это самое? Играться, да? Почему? Потому что вы сами видите, что происходит, да, и очень много похожих бизнесов на наши франшизы, и линейный бизнес, и люди хотят зарплатывать больше денег, и вкладывают очень много, и много труда вкладывают. Но уж я могу сказать, что, как правильно Наташа сказала, ой, какая франшиза реклая, шикарная, да я не знаю. Вы знаете, честное слово, девочки, да перед компанией нужна коллеги становиться, почему? Потому что она такой бизнес нам делает, вы представляете? Ну где вы это видели, чтобы компания сама вкладывала? Вот сидим сейчас с Натаней разговаривает, да? Они взяли, как это называется, франшизу, еще и Royalty Implant, компания нам Royalty Implant. На, вот тебе офис такой, вот тебе такой, вот хорошенький. Ну что, когда начнешь делать? Я не знаю, когда я начну делать. Ребята, ну, знаете, давайте будем посерьезно. Спасибо вам, девочки, большое, Наташа. Вот для речата рассказано. Просто все сразу понятно. Знаете, знаете, что я вынес с сегодняшней половины дня? Что если еще, мне когда-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь будет, это самое, ой, я не знаю, что делать. Свободен. Иди-ка вот там, попаши, а потом приходи будем разговаривать. Знаете, я еще больше утвердился в том, что нужно пожёстче с людьми разговаривать, а то мы все укупуем уси-пуси, значит, сосочку красненькую, жёлтенькую или какую, чтобы она была рудом помазанной или вареньицей. В общем, хорошая. Итак, едем. Эх, финансы-финансы. Хорошая тема, и с одной стороны, и с другой стороны такая, как это называется, животрепещущая, да? Почему? Потому что, собственно, весь мир, он работает за деньги, да? Часть, конечно, мира работает не за деньги, но в основном все работают за деньги. И сегодня мы с вами об этом поговорим. И, собственно, что такое деньги, да? Деньги – это специфический товар. Википедия даёт простое объяснение – это специфический товар, который является универсальным, эквивалентом стоимости других товаров или услуг. Да, и, собственно, это что значит? Это значит, что на деньги можно приобрести любой товар или оплатить любую услугу. Но, в принципе, деньги… Что такое деньги? Это бумажка. Это бумажка, покрашенная с двух сторон. И вот больше ничего. Согласитесь? Ну, это что это? Бумажка – самая ревновенная, да? Но, к сожалению, значит, эта бумага решает всю нашу жизнь. Всю. Нету, да, без бумажки и букашки – это бумажный человек. Да? То есть, получается такая ситуация, что деньги, они решают очень многие вопросы. И, собственно, всем мы хотим заработать деньги не просто ради вот этой бумаги, да? А ради того, чтобы создавать себе какие-то блага, обеспечивать уют, есть, пить, деваться, скрываться от мороза, да? В теплой шубе или в шапочке и так далее, и так далее. И, собственно, деньги для этого нам нужны. И люди по-разному к этому относятся. Кто-то для этого специально учатся, чтобы зарабатывать большие деньги, да? Кто-то лежит на диване и все время мечтает и думает, что, наверное, вдруг что-нибудь произойдет в этой жизни, и все будет нормально. И кто-то идет и открывает свои бизнесы, вкладывает деньги и пробивает головой, там что-то, да? А кто-то выходит на площадь с плавой, говорит, дайте нам, почему же нам не дали. Вот, Путин на кое-се кое, этот на кое-се кое, в той стране тот на кое-се кое и так далее. И все, значит, дай, 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 дай. Когда-то будешь говорить на, да? То есть взял и поделился. И, вы знаете, очень важный момент, о котором я хочу сегодня еще поговорить, это отношение к деньгам. То есть люди по-разному относятся к деньгам. И все это формируется, причем это формируется, знаете как, это формируется вот отсюда. Это формируется с самого маленького возраста. Не зря говорят, что ребенок слышит все, что мать говорит уже здесь, да? То есть когда она разговаривает, почему говорят, что когда женщина беременная, нужно слушать хорошую музыку, правильно питаться, правильно отдыхать, а не то, что, значит, там это в состоянии стресса. Ром ставить его сюда, да, чтобы он там бедный, да? И, соответственно, когда мы разговариваем в семье, все время, то это формирует некий образ мышления ребенка, да? В данном случае, вот, у нас не выходило сегодня, да? Это явно сформированный человек в семье, предприниматель. Почему? Потому что все время родители об этом говорят, как это сделать, и как лучше, и так далее, и так далее, да? И поэтому очень часто в семье, знаете, какая ситуация формируется? О том, что деньги – это зло. Слышали такие вещи, да? Деньги – это зло. Не в деньгах счастья. Ну, зарабатываем мало – это не в деньгах счастья. Нужно быть духовным, там, еще раз что-то такое, да? Значит, деньги – не главное в жизни. Вот, главное, у нас любовь есть с тобой хорошая, да? И так далее. Вот, у нас дети хорошие, да? Это деньги – не главное. Или, например, это мне не по карману, да? Да, то есть, как девчата вчера рассказывали о Маринке, там, ходили киоски или что там, да? Чтобы, значит, ребенок не просил. То есть, взрослый человек начинает выворачиваться, придумывать всякие способы, чтобы каким-то образом перед ребенком не было стыдно, да? Что я не могу тебе этого купить. Ну, как же я не могу купить? Я лучше, значит, какие-то подмегуки, да? И следующий момент. Не для убеждения такое, чтобы заработать большие деньги, нужно работать до седьмого года. Вот это неправильно. Вы знаете, когда у меня все спрашивают все время, как ты строишь бизнес? Я говорю – легко. Легко. Понимаете? Это не говорит о том, что они ничего не делают. Да, но это нужно, знаете, как, любое дело нужно делать с любовью, да, легко, и не то, что измываться над самим собой, потому что когда человек сам от собой смывается, он долго не может выйти. И вот сейчас Инна очень хорошо сказала о том, что у тебя есть цель, есть мечта, а дальше посмотрим, насколько тебе хватит. Шикарно высказано, да? Это вот как раз в нашем бизнесе, да? Хочешь забыть? Давай я хочу стать директором. Давай я хочу стать золотым директором. Посмотрим, насколько тебе хватит. Это конкретное для нас выражение, да? Так вот, такие установки, они очень сильно тормозят человека и, знаете как, не пускают какое-то такое… Знаете, есть такое понятие в психологии – заякорить. Вот Римма очень хорошо рассказывал о сознании, подсознании. Что такое «заикорить»? Это когда человек говорит, что «у меня не получится». Знаете, как? Караули, даже когда, ну, например, не просто в море, вам где-то, например, там, залили, ему нужно остановиться, либо их на започек цепляют тросами, либо они выбрасывают яко, и так, чтобы Лова не болтал. Так вот, в психологии есть такое понятие – заякорить. «У меня не получится» – бросил яко. «Я не такой» – следующий – бросил яко. Ну, конечно, это у них. И вот так он сам себя якоями обложил, и потом пытается построить бизнес. Это все здесь. И ничего не произойдет. И он, вроде, ходит на школу, сидит, слушает. Вроде еще чего. А ничего не происходит. Почему? Потому что он сам себя якоями вот этими обложил, и дальше – ничего. Поэтому вот эти вещи нужно знать, как эти якоя нужно поднимать и выбрасывать. Это о чем ты говоришь? Что нужно сделать? Это как небольшой тренинг. Возьмите, если у вас вдруг есть какие-то такие мысли в голове, напишите все это дело на бумаге там, ну, невозможно заработать больших денег, невозможно ставить там уровень от какого-то директора. Или, наверное, это не для меня хорошие машины, ну, конечно, квартиру купить, а вот так далее. А потом просто возьмите и напишите утверждающие решения по этому вопросу. Да? Просто возьмите и напишите, я люблю деньги, я отношусь к ним с уважением. Или я достроен больших денег. Здесь очень важный момент. Почему? Некоторые люди зарабатывают большие деньги, некоторые не зарабатывают. Как вы думаете? Человек не пускает в себя деньги. Он считает, что он недостойный. Он, знаете как? Само унижение некоторое такое внутреннее происходит. Ну, наверное, это не… Я не такой. Вот я… Я не такой. Да? Вот сейчас выходили девушки. Вот они… Видите? Они предприниматели. Они… Как это называется? Они бьются. Да? Они бьются за результат. И следующий момент. В чем их… В чем их… В сходство? В чем их сходство? В чем их сходство? Кто заметил? Есть какое-то сходство у них или нет? Или не имею бизнес? Спроши, забей. Есть какое-то сходство у них или нет? Они все три разные. Абсолютно разные. Все разные области. Абсолютно разные области. Да? Ну, фитнес с медициной немножко все-таки ближе. Те за здоровье и эти за здоровье. Да? Разные. А что у общего? Деньги. В отношении к другу. Ушление. 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 А не загадывать вперед. Не важно как. Упорство. Да? Ушление. 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 hay pellets он идет иногда в девках. Понимаете? Это очень важно. Идею воплощаем. Что? Идею воплощаем. Идея. Правильно. Идея. Вот Наташа рассказывала, да, знаете, как бы правильная, не очень понятная ситуация, медицинский центр, который, собственно, вложен большие деньги для того, чтобы зарабатывать деньги, проводит бесплатные исследования, бесплатные обследования, значит, людей. Ина тоже рассказывала, да, то есть, понимаете, есть какая-то социальная ответственность. Смотрите, а вы заметили, что все больше и больше людей стали про это говорить? Про социальную ответственность. Ведь раньше этого не было. В 90-х годах какая социальная ответственность на рубить капусты предпринимателей, и дальше не важно, что происходит, понимаете, какая карты. Сейчас мир начал меняться. Заметьте, компания «Эйфлейн» 20 лет на российском рынке, и когда она пришла на российский рынок, она всегда говорила о чем? Ответственность в природе, социальная ответственность. Мы бережем, значит, мы относимся к детям, у нас разные фонды и так далее, и так далее. Когда в России толком никто об этом не говорит. И сегодня все больше и больше и больше об этом говорят. Мы с вами как бы находимся на пике, знаете как, на пике нового чего. Следующий момент. Вы знаете, никогда не стоит искать виновников своих неудач. Почему? Потому что сколько угодно можно обвинять в общей ситуации. Это не так. Ну, понятно, значит, мерки такое, страна не такая, кризис происходит, еще что-то происходит. Ну, понятно, вот у того спонсор, вон он такой. А у меня спонсоришка так сидит, значит, да? Типа эмоций. Понимаете? То есть здесь очень важный момент. Все зависит от нас с вами. Вы знаете, если вернуться в свою историю, когда мы пришли в этот бизнес, то наш спонсор, наш спонсор присутствовал только на подписании контракта. Вот встретились с офисой, Марина, со спонсором и подписали контракт. Все. Через 3 месяца она позвонила, сказала, Марина, я поздравляю тебя, ты стала директором. Марина говорит, спасибо, я знаю. И Полежарева мы узнали только через год с лишним, когда уже познакомилась с Володей Савиной. То есть у нас между Полежаревым и нами еще есть один человек, спонсор, да? Все мы были вон. Был только на подписании контракта. То есть у нас не было спонсора. Де-фак. Просто не было. Пошли и стали делать. Марина пошла и стала делать, да? Ну, она первый год сама делала этот бизнес. Без гнев. Почему? Потому что я не увидел этого бизнеса для себя. Я занимался другим бизнесом. И говорю, ну, занимайся этим бизнесом. Кидалого нету. Первая причина, по которой я, как бы она меня спрашивала, стоит заниматься или нет, я искал, где кидал. Потому что я уже проходил в России очень много разных вещей, где я попадал на деньги, да? И поэтому смотрел с этой точки зрения. Кидалого нету, занимайся, но и денег больших не заработаешь. Поэтому без меня, пожалуйста. И все. И первый год показал о том, что я занимаюсь бизнесом, значит, там бегают деньги туда-сюда, 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 туда-сюда. А она сидит дома, взрывает бизнес и кормит себе. То есть я прихожу, мне нужны деньги, я как бы из тумбочки беру и несу туда. Понимаете, какая это сделка? И через дом просто зелье, как это называется, с округлым семейным столом. И она говорит, ты долго еще будешь дураковая. Это не то, что я сам, значит, дозрела на мне, как ты сказал. Ты долго еще будешь дураковая. У меня уже есть хороший уровень, я тебя приглашаю, возьми, как бы, ну, возьмись за бизнес и давай будем это делать вместе. На сегодняшний день, видите, какая ситуация? Я здесь, одна, как бы, в свободном режиме. Говорит, взял два разные правления, давай мне свободен. Так, следующий момент. Очень часто, знаете как, люди преувеличивают проблему нехватки денег. Знаете как, вот в голове что-то творится, и что происходит? Что, знаете как, внутреннее состояние какое-то такое, трясучий, не хватает денег, не хватает денег, не хватает денег, и оно начинает провоцировать многие вещи. Следующее, смотрите. Вот это еще один психологический барьер, который нужно перешагивать. Вот Рима как раз очень хорошо рассказывал о сознании и о подсознании, да, о том, что у нас есть в сознании и что у нас есть в подсознании. Здесь еще раз в момент, что нужно, знаете как, нужно сделать некие утверждения, которые вы легко воспринимаете, да, на сегодняшний момент у меня ситуация такая, завтра у меня будет ситуация лучше, я делаю для того, чтобы у меня ситуация улучшилась, какие-то, такие-то действия, и она будет у вас улучшаться. Следующий момент, никогда не попадайте в крайности, касающиеся денег, да, если будете, первое, не нужно тратить вообще все подряд, да, вот знаете как, тратить, вот вчера, вчера мы беседовали, по-моему, эта беседа состоялась у нас где-то в файле, там, да, по-моему, Наташа, Наташа, ты, по-моему, рассказывала, да, значит, заработали, к целую кучу денег, получили и одновременно за месяц их стравили, и нет денег, ой, надо было ток пить, надо было их, а завтра уже денег нет. Вы знаете, что 99% людей, которые выиграли миллион долларов, через год опять бедные, 99% людей, которые выиграли миллион долларов, по-моему, там есть разные акты, ну, лотереи, через год опять бедные. Почему? Они не понимают этих денег, не знают, как ими управлять. Купил Феррари, быстро, там, дом крутой и так далее, а потом все это требует денег, его нужно обслуживать, а у тебя денег нет, поэтому это очень важно. И никогда не нужно быть скрягой, знаете, так, тряститься каждую копейку, что называется. Значит, у вас у всех есть вот эти конверты. Кто открыл? Кто? Кто-то открывал, наверное, все-таки дома подпольный, да? Давайте сейчас откроем конверт и посмотрим, что же там у вас лежит в этом конверте. Я тоже не открыл, я честно могу сказать, понимаете, я не открыл. Наконец-то. Так, и что же у нас здесь есть? Ну, справа. Так, по данным учета компании «Филилс», какого-то по такой-то? предприниматель, а основные услуги по привлечению потенциальных покупателей. Пополнение поддержки информационной базы покупателей, продукции компании, стимулирующих ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Создание. Кому нравится ваша цифра? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кому не нравится ваша цифра? Хотелось бы больше. Так, отлично. Ну, так, у нас тут еще цифры. Ой, как я люблю эти цифры, но это же вообще просто. Скажите, что что? Скажите, что что? Свою? Я вам сейчас покажу свою. Значит, у меня презентация, в которой есть цифры. Их цифры, я думаю, несколько покажут. Какой-то код может быть у лидера. Так, едем дальше. Значит, смотрите. И для того, чтобы, в общем-то, учиться управлять деньгами, нужно вести семейный бюджет. Честно. Спрашиваю вопрос, честно. Только не надо на публику, значит, руку поделать. Кто из вас ведет семейный бюджет, чтобы четко понимать, до рубля, куда у вас бывают деньги? Кто не делает этого? Руки поделать. Значит, смотрите, очень важный момент. Семейный бюджет – это то же самое, что частный бизнес. А деньганаму. Ничего другого. Вы не можете открыть частный бизнес, понимаете, как? Имея 10 тысяч рублей в кармане, а ввязаться в бой на миллионы долларов. Никогда уже. Почему? Потому что вам нечем это будет оплачивать. Понимаете, какая карта? Семейный бюджет – это тоже некая такая вещь, которая должна быть спланирована. Конечно, мы к этому не привыкли. Зачем? Получил – пошел и тратишь. Получил – и тратишь. Следующий момент. Еще одна очень классная штука, которая дает возможность вообще не наблюдать семейный бюджет. Это карточка кредитная. Засовываешь какой-то пластик и оплатил. Засовываешь – оплатил. Ай, красота. А потом на выходе, как это, смс-чки приходят и тебя начинают мотать. Вот я, например, больше люблю бумажные деньги. Я четко понимаю, сколько лешит в грамм. Вот они лежат, и я понимаю – 5, 10, 10, 20 и так далее. Поэтому, дорогие друзья, обязательно нужно ввести семейный бюджет. Вы знаете, для чего его нужно ввести? Не для того, чтобы посчитать то, что вы заработаете. А для того, чтобы увидеть, куда вам нужны деньги и сколько вам их нужно. Потому что, когда мы говорим с вами о том, что составь калашки 4, напиши цели, и у целей всегда напиши сумму. Потому что человек говорит, я хочу зарабатывать там денег столько-то. Я хочу купить машину. Машину какую? Ну, краску. Краску, да. Правильно, краску. А какая она должна быть? Ну, маску. А какая? Трешка, шестерка. А какая? И так далее. Чему? Она может отличаться цене в два конца. Понимаете, какая конфлина? И когда у вас есть семейный бюджет, может быть, с одной стороны, это, ну, некий такой рутинный процесс, который, ну, зачем его надо делать? Я не так помню, куда мы еще тратим. В реальности, когда вы начнете ввести семейный бюджет, вы увидите, если у вас маленькие дети, вот такие вот, вы увидите, что они тратят у вас на чипсу и всякую билиберду гигантское количество денег. Дай вам 50 рублей. Дай 2 рублей. Дай 3 рублей. Дай 7 рублей. Дай 100 рублей. Это же небольшие деньги. Что 50 рублей? Что такое 50 рублей? Что такое 100 рублей? Это не считается, понимаете? Но оно тут набегает. Следующий момент. Что помогает семейным бюджетам? Вы поймете, что через какое-то время вы поймете, что вы покупаете много неожных вещей. На эмоциональном пазыре, классная штучка, вот ее не хватает, еще вот на этой полочке, понимаете? Есть такая ситуация или нет? Да. У кого-то есть ненужные вещи. Что, я проехал что-нибудь или нет? Значит, все реально так и есть. Итак, смотрите, я покажу маленький пример, как вот я для себя делаю расчеты некоторые, да? Естественно, я там все не писал, почему? Потому что 200 семейных бюджет не надо, как бы вам знать, да? Но некоторые части бюджет важны. У вас есть вот такие вот таблички. Там есть таблички? Да. Значит, для того табличка, чтобы вы свой туда бюджет вписывали, куда вы тратите деньги, расходы измеченные и расходы годовые. Их нужно делить. Для чего? Для того, чтобы вы могли, сейчас я как раз с вами еще поговорим о том, о чем девчата говорили про бизнес, да, как нужно, с какими-то деньгами как-то управляться. Поэтому будете сюда заполнять по себе. И вот там пример бюджета годовой, как я собираю деньги и деньги для того, чтобы что-то оплачивать. Итак, вот смотрите, налог на ауди, значит, это маленькая машина. Налог на ауди, страховка на ауди Кассина, страховка на ауди Осака, ежегодный ремонт на ауди. То есть, я страховки должен заплатить и какие-то деньги еще на ремонт. Не то, что я бью ее на беда, но можно сделать ТО, еще какие-то вещи. Или вдруг какой-то форс-мажор, который ты ей подрасчитал. Почему, когда, вот Наташа сказала, в мае наваливаются налоги, то все пятое, десятое. И надо и ТО сделать и так далее. Деваться некуда. Понимаете? Поэтому эти вещи нужно собраниях прогнозировать, что они могут произойти. Следующий момент. БМВ. Вторая машина. Налог на БМВ, страховка БМВ, страховка БМВ, страховка БМВ от САГО, ежегодный ремонт БМВ, налог на квартиру, налог на земельные участки, налог на гараж, налоги ИП. Допустим, я получаю 100 тысяч рублей в каталог. Чур меня, чур меня, чур меня. Чур меня. Чур меня. 100 тысяч рублей в каталог. И предположим, я планирую какой-то еще отпуск. Да, отложить 120 тысяч. На выходе. Вот вам расчет. Значит, до 550 тысяч рублей в год я должен на эти вещи подарить. Содержание автомобилей, значит, еще какие-то там, да, налоги и так далее. Батя, я не хочу машину. Уже не хочешь? Из калаша вывешу. Уже вывешу из калаша машину. Это еще один момент какой. Смотрите. Когда люди в кредит покупают дорогие автомобили, они не понимают, что их ждет. Понимаете? Он думает, что он сейчас взял в кредит машину, и он теперь на ней будет есть и круто себя чувствует. Да, но никто никогда не смотрит на эту ситуацию с точки зрения чего. Я купил автомобиль за миллион, предположим, и купил его в кредит. И пять лет за него расплачиваюсь, но через пять лет она уже составилась, и я должен ее продать. И чтобы купить новую, я должен добавить столько же, за сколько я продал ставку. Опять не снова кредит. То есть получается, человек вообще, то есть если он берет машину первый в кредит, он может не вывезти из автомобиля кредита вообще никогда. До конца дней своих. Либо он будет уже на станке, и есть она вот так вот будет на ладом дышать. Либо он будет сегодня в кредитах. Вот вам некоторые ситуации. Итак, что нужно смотреть при этом? Чтобы вас не накрыла в баре налоговая инспекция, чтобы вы не заплатили налог, да, или еще что-то. Значит, все эти вещи нужно заранее прогнозировать, что их нужно оплачивать, правильно? Значит, они должны быть что? Они должны быть отложены либо с каталога, либо, если это вечная зарплата. Каждый месяц, независимо от того, что у вас происходит, вы эти деньги отложили. Получили и отложили. Получили и отложили. Получили и отложили. Когда наступает момент оплаты того-то вористину, вы их оттуда достаете и все, и дальше делаете. Вам вопрос на засыпку. Скажите мне, пожалуйста, почему компания решила те 15 тысяч, которые мы оплачиваем, вот этот, встречу предпринимателей, разбить на три платежа? Чтобы что? Чтобы вам было легче? Ты был уверен в этом? А вам не кажется, что компания знает, что вы заранее не откладываете деньги на это? А? Вам не кажется эта ситуация? Если бы они у вас были отложены, компания бы не запаривалась по этому вопросу. Но вдруг здесь навалилась встреча предпринимателей. И вдруг и в отпуск в этот месяц еще должен быть. Я сможешь поехать отдохнуть. И так далее. Едем дальше. Месячный. Значит, есть годовые какие-то вещи, платежи, вы должны сложить. Есть месячные, которые у вас настоящие. Да, предположим. Кварт-план, электричный, телефон, стационарный, КМН, мобильный телефон, земельный участок. Я должен оплачивать гараж. Бензин, я же оправляюсь, да. Питание, предположим, там 20 тысяч агентства, 10 тысяч. Блин, ешь больше, чем одеваешься, да. Дальше расходы на бизнес какие-то должен я вести, да. И, например, еще там вот косметика вендес, который покупают. На выходе. Что происходит? Смотри. 81 500 рублей расходы в месяц. Значит, в каталог 57 500 рублей. Скажите, что тут лишнего я написал? Может, не еду? Нет, давай. Может быть, не еду, говорят. Что лишнего? Вась, я дом тоже уже не хочу закалазать. За землю надо платить, да. Ведь лишнего ничего нет, согласитесь. Я не я, знаете, как сказал, ну там, полетный метрогон, значит, еще какая-то, катается, вон, то есть, ничего лишнего. Еда, чуть-чуть одежды, за квартиру заплатил, за это заплатил, за это заплатил, за машину заправил, отремонтировал, ботиночки купил. Все, все, вы понимаете? Это очень важный момент. Для чего можно вести семейный бюджет? Вы начнете понимать, что вы можете для себя купить и приобрести. Теперь сняем все эти две штуки вместе. Ну и как вам цифра? Годовые расходы, еженечные расходы, потом все делим на месяц, чтобы вы в месяц или в каталог откладывали. Итак, на выходе, значит, если у меня заплата 100 тысяч рублей в каталог, 8,9, я уже и срапил. У меня осталось около 11 тысяч. Собственно, понимаете, какая картина. Чтобы уже никому ни машины не хочется и ничего не хочется. Хочется? Вы знаете, у меня Марина сказала, что это очень хорошая вещь. Я готов платить любые налоги, которые от меня просят государства. Ну, главное, чтобы это были вот эти 6%, не повышающиеся. В любом количестве, любую сумму. Почему? Потому что я понимаю, что мой доход будет выше. Я готов миллион долларов платить как-нибудь в месяц налог. Если это будет 6%, всего лишь от моей суммы. Я говорю, почему вы нет? Я готов. Кто готов платить миллион долларов налог? Готовы? Отлично. Итак, кого напугала эта штука? Никого? Меня, Ваня. Юлю. Наташа как-то напугала. Вопрос вот в чем. Дорогие друзья, наша задача просто зарабатывать гораздо больше. Понимаете? Просто больше зарабатывать. Не отказывать себе, я не буду на этой машине сесть, я не буду одевать это, я не буду это. А просто зарабатывать больше. Едем дальше. Значит, правила расходов. Ежедневно заполнить, записывать несколько. Я не буду тут вас учить и бочить за эти тонкости. Просто несколько таких базовых вещей, на которые нужно обращать внимание. Значит, ежедневно записывать расходы, все потраченные деньги. Это не говорит, что вы там должны записать 220 граммов колбасы, значит, купил за такую-то сумку. Может быть, не столь резать, как бы пошли в магазин, зашли в магазин, купили продукты, да, и просто записали там. Продуктовая корзина, там, 1300, 4000, 4000, 6000, там, и так далее. Просто разделить. Есть продуктовая корзина, есть какие-то другие вещи, лекарства, и так далее, и так далее, да. Чтобы вы вот эти вещи понимали. Если кому-то интересно, так вам может и разбить это все, да, тогда будет понятно, чем питаешься. Когда идешь в магазин, вроде, купил, да, колбаса и еще что-то, колбаса и еще что-то, колбаса и еще что-то. В конце месяца смотришь, более 20 кг колбасы съедет. Слушай, еще мы едим. Понимаете? Вы знаете, какая ситуация? Я, мы как-то отходим, смотрим в большой магазин, я выхожу с тачкой, стол пустой. Народом вот такие тачки. Но ценник, блин, офигеть какой. Я говорю, слушай, что мы с тобой купили? Десять тысяч полгарзинки. Чего мы купили такого вообще? Куда деньги уходят? Понимаете? Василий, и Хеннесси не надо покупать. А, ну и согласны. Есть такое дело? Нет, ну я, конечно, извиняюсь, я еще были бумер, поэтому, понимаешь, из меня это никак не выпишешь еще до конца. Да, и так, очень важный момент. Сколько средств куда вы расходите? И если вы в подобном режиме месяца три пора попишите, вы поймете, какие у вас бесполезные правды и так далее. Дальше. Четко определить цели перед расходами. Что вы хотите и что вам нужно, да? Самое главное, приоритете, должны быть обязательные цели и обязательные правды. А потом уже все остальные. Знаете как, я не понимаю, когда человек говорит, мне не хватает денег на налог. Не понял. Как это? Мне не хватает денег заплатить за квартал. Стоп. Это первое правило, которое существовало в любые времена у богатых и бедных людей. Значит, как раньше все было. Значит, кулак там богатей и еще кто-то фермер. Значит, он земли обрабатывал, зарабатывал, ну, урожай какой-то собирал, да? И крестьянин у себя на участке тоже самое. Собирал какой-то урожай. Урожай мог быть разным. То большим, то маленьким. Наступала зима. И крестьянин, как правило, брал и съедал всю вещь урожая. Зерно, самое главное, он съедал, которое нужно было использовать как посевной материал в следующем году. И потом к богателю шел к весну и говорил, дай зерна. Подожди, ты же в прошлом году забрал хороший урожай. Ну, мы зимой хорошо кушали, а не подумал ты о том, что нужно было зимой немножко пояс вытянуть и не съесть все посевное зерно. Ну, нет, мы хорошо кушали, дай нам хозяин зерна, значит, три мешка, мы посеемся. Да, вот, все, зерна ты не шла, но обратно будет, вернешь шесть мешочек. И так человек попадает в кабалу и начинается, помните про кредит, и начинает вот так вот всю жизнь крутиться. Поэтому здесь очень важный момент, определите цели и траты. Дальше. Брать с собой только запланированную сумму, очень важный момент. Вы же знаете, что маркетинговые ходы в магазине построены таким образом, что вы пока дошли до батона, уже накидали полную корзину. Знаете, что тот батон, который нужен вам, или тот кусок чего-то, он лежит почему-то в самом дальнем углу, на самом нижнем полке, где его невозможно найти. Следующий момент. Кто замечал такую ситуацию, что в магазинах меняют расположение продукта? Да. Вы заходите в магазин, стоп, здесь было молоко, теперь стоит водка, где молоко, и давай крутить по всему магазину, где это стоит. Для чего это делается? Для того, чтобы вы в поисках куска сахара накидали себе полную корзину. Поэтому, дорогие друзья, написали на листочки, или мы уже отправили, да, с листочков, и дали в день конкретное количество, чтобы не было соблазна. Понимаете? Дальше. Отказаться от использования кредитных карт. Ну, каждый парадский у кого-то условит. Но я вам расскажу одну историю, я ее все время рассказываю своим листочком, своей организацией. Моя жена дружит с девушкой, ну, уже девушке 48 лет, наверное, 49 лет, 48-49, с восьмого этажа, Наталья. Она работает в Сбербанке. И вот буквально недавно Марина с ней общалась и говорит, Наташа, вообще ты сколько зарабатываешь? Она говорит, я зарабатываю 30 тысяч. 13% плачу водоходной налоги. 5 тысяч плачу за дорогу, езжу на работу. И 19 тысяч по кредитам. 12, что, 37 тысяч. Из 30 вы считаете налоги, остается 25, 5 тратят на дорогу, 19 по кредитам. Остается 500 или 1000 рублей. Как ты живешь? Отцу 75 лет, он ходит, получает военную пенсию и ходит на работу, чтобы еще помогать дочке. Понятно? Вот как любишь жил. Ну что, самое интересное? Про их проект не рассказывай. Представляете? Нет. Мы не такие. Ну не такие. Живите дальше. Едем дальше. И следующий момент. Не просить в долг. Долг это страшная штука. Берете чужих, отдаете свои. Кому больно отдавать долги? Чувствуете это? Внутри прям. Как же это так? Я вот в вашем танец сердце. А отдать надо. Есть такое? Да. Значит, не берите. Почему? Потому что если человек живет в долг, значит, он не может собрать денег на какие-то вещи. Я понимаю, что там что-то случилось. Ну, такое, которое нельзя. А сейчас у нас есть какая картина? Дают в кредит на поездку за границу в отпуск. И вот он, тысяч семьдесят сто взял. Хорошие какие-то звезды в грандере. И так далее. А потом весь год сидит и жрать нечего. Понимаете? Худеет. Дальше. Очень важный момент. Итак, смотрите. Зарплатная плата. Зарплата или доход? Что мы с вами получаем? Зарплату или доход? Да. Зарплату. Да? Значит, зарплатная плата – это денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свой труд. Правильно ли? Итак, доходы населения. Что относится? Ну, разные зарплатные платы и так далее. И денежные поступления в виде платы за оказыванные услуги и то, что мы с вами делаем. И авторские годы. Наш бизнес, в принципе, можно еще сравнить с авторским годы. Почему? Потому что вы являетесь автором каких-то людей. Эти люди создают какой-то бизнес, компания получает прибыль и делится с нами своей прибылью. Так или нет? Да. Я ничего не придумал? Нет. Так же? Едем дальше. Сейчас мы с вами подошли к некоторым бонусам, которые есть у компании «Эфлэпи», которые мы с вами получаем. И чтобы вы понимали, какие деньги компания выделяет на все это дело. И забираем мы эти деньги или не забираем? Вот это очень важный момент. Я сейчас не буду на всех останавливаться, да? Мы берем приблизительно объем продаж нашей директорской группы. Он составляет 10-12 тысяч по объему продаж. Не по ДЦ и не по БЦ. А по объему продаж, собственно, по тому объему продаж, который компания для себя считает. Кстати, если вы не в курсе, Лен, я не совру, что ОБ, который рассказывал Лёган, цифра, которая идет объем продаж, это ОБ. Правильно? Миллиарды, которые компания делает товарооборотом, это ОБ. Правильно ведь? То есть смысл в чем? Чтобы вы понимали. Компания Флэн, почти на полтора миллиарда евро, делает продаж. Так эта сумма, она вот эта. Если к ней добавлять еще налоги и по ДЦ, это будет гораздо больше. А если предположить, что мы еще и клиенту отдали, это еще больше. Поняли? То есть мы с вами создаем товарооборот гораздо больше, чем компания, как бы, несколько декларирует. Следующий момент. Значит, что здесь видно? Это все знают, я думаю, да? Все знают бонусы? Смотрите, вот на эти бонусы с директорской группой компания выделяет 17 тысяч на вознаграждение всех спонсоров, наверное. Едем дальше. А какие еще компании дают деньги нам на вознаграждение? Значит, скидка 22% с этой суммы составляет, ну, приблизительно там 46-47 тысяч, да? По-разному объемам группы, может быть, потому что смотря, что он там купил, да? Косметику купил или там больше бюджетерей купил и так далее. Не имеет значения. Дальше. Премьер-клуб. Вы знаете, что, например, клуб компании уделяет 20-25 тысяч? Премьер-клуб, директор свою группу. Вы это знаете или нет? А? Кто это первый раз видит? Первый раз? Правильно. А компания никогда не говорит, ребята, я вам выделяю такое количество денег. Нет. Она говорит, как? Если ты делаешь 250 баллов, я тебе дам деньги. Если ты делаешь 250 баллов, я тебе дам деньги. Так или нет? Так? Но что происходит? А мы делаем по сколько? По 148, по 147, по 99, лишь бы не забрать деньги у компании. Понимаете, как это? Вот не надо там эти деньги. На выходе получается смотрение. Ну, конечно, это несколько цифр такая искусственная, да? Если в вашей группе 21 человек делает по 350 баллов, они собирают, например, 20-25 тысяч рублей. Если они делают по 50 баллов, сколько собирают? Ноль. 22 тысячи осталось у компании. Это понятно? Да. Это к тому, как мы работаем с командами и что мы им говорим. Ребята, есть деньги, их нужно забирать. Компания их выделила. Возьмите. Нет, я не пойду. Ну, не пойдешь, не пойдешь. Вот это очень важно. Итого, смотрите. Компания, приблизительно, 70 тысяч с директорской группы выделяет на различные возгорождения. Не считая лояльности. Помните лояльность? Которую у кого из вас абсолютно все консультанты выбирают программу лояльности? Раз, два, точно? Все консультанты выбирают программу лояльности? Ни у кого. Нет ни одного человека, чтобы у него все выбирали программу лояльности. Как правило, нет. Да, я не только консультантам звоню, но и у тебя 2500 баллов. Ты что делаешь? Зачем ты их собираешь? Понимаете, начинаешь им объяснять, что они делают с 7 баллов. И еще раз, их много программ. Согласитесь, компания выделяет огромное количество денег на наше с вами вознаграждение, для того, чтобы мы могли это получать. Поэтому вот это очень ваш момент. Максимально собирайте все деньги. То есть те, как бы, рояльти, которые компания выкладывает. Дальше. Виды различных структур. Как строят люди различные структуры. Я сегодня, поскольку у меня финансы, да, я берусь за утверждение, правильно так, так или так. Каждый по-разному на это смотрит. Но в разной ситуации разные деньги будут зарабатываться. Это очень важный момент. Да, есть такая схема, когда я вам описываю только в первый уровень людей. Ну, то есть я регистрирую людей, а в моей команде никто больше не регистрирует. То есть они у меня все покупатели. Предположим, какая сделается, да. Есть такая схема полежаевская, и, собственно, та, которая в 10 уроках на салфетках пишется, да. Несколько человек, а не несколько человек, 5, 20, 20, 20, 20, 20, 20 и так далее, да. И есть несколько вот такая, которая входит в глубину, да. То есть на очень много уровней входит в глубину. Следующий момент. Какие виды дохода относятся к какой, например, объемной скидке? Вот эта объемная скидка относится к какой сей? Третьей глубине. Третьей глубине. Вот эта? Да. Вот эта, как это? Вторая. Вторая. А это? Первый. Первый. Нет. Первый. Самый большой. Первый. Первый. Второй самый большой. Я специально эту цифру перепутал, чтобы не было это к этому, это к этому, а это к этому. Итак, самая большая цифра будет здесь, средняя здесь, маленькая здесь. Так или нет? Второй. Второй. А как? А как? Самый большой, самый большой, второй, потом первый, потом третий. Скидка. Объемная скидка, которую компания вам выплатит в 20-2% группе. Нет. Нет. Больше всего будет так, где вы потерпу. Конечно. Да. Средняя. Это будет. Вот эта цифра где будет? Вторая. 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 Итак, ребята, еще раз. Вот здесь, если вы помните, у вас самый большой процент, если вот эти люди у вас в первом уровне и больше у них ничего нету, то они либо делают небольшие баллы, либо какие-то баллы там на 3%. Правильно? Да. И у вас самый большой отрыв между вами и ими. И соответственно вы сыграете максимальное количество денег. Правильно? Да. Дальше. Следующая. Вот эта часть. Вот эта. У вас может быть такая ситуация. 22, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. 18 будет завал. С деньгами кто будет? Самый. Самый. Вот это. 11 тысяч. 12 может быть. Чемпион. 8 может быть. 5. И так далее. 5. И вот это средняя часть. Когда у вас есть и такая, и ширина, и глубина. Понимаете? Вот это очень важное мнение. По разному можно строить группы. Как бы я не претендую сейчас на то, как правильно, как неправильно. Да, у меня свой взгляд на это дело. Но вы четко должны понимать, где какие деньги и что будет происходить с этими ребятами. Едем дальше. Бизнес или наемная работа? Какая разница между собственным бизнесом и наемной работой? Вот у нас сегодня были разные бизнесмены здесь, да? И очень важный момент. Свой бизнес. Я решаю, сколько работать на зарплату. Так или нет? Да. Мне устанавливают графики зарплату? Нет. Это где? Это на работе. Мне устанавливают графики зарплату. Правильно, я же пришел за зарплату. Дальше. У меня есть инвестиции в развитие бизнеса. Так или нет? Нет. Следующий момент. В мою работу инвестируют хозяин. Нет. Ну вот Наташа перед вами выступала. Что? Значит, она инвестирует в работу своих людей. Они пришли и говорят. Зарплата какая будет? Так. Да? Есть некий подход к набору людей, чтобы они были специалистами, хорошими и так далее. Следующий момент. Есть некий уровень дохода, который нельзя мало заплатить, они не поют. И слишком много добавить тоже нельзя. Почему? Потому что по рынку цена некая вот такая. Значит, нужно содержать баланс. И чтобы не ушел, и чтобы, значит, тогда остался... Ну так, надо чуть-чуть добавить. То есть балансируешь. И здесь что происходит? Очень важный момент. Мою работу инвестируют в хозяин. Дальше. Какое количество денег я готов инвестировать? Для того, чтобы развивать свое дело. А сколько инвестируют в хозяин? Ну сегодня у нас очень хорошие были примеры. Да, и все не, как это называется, такие. Не тысяча рублей, две тысячи рублей, пять тысяч рублей. Миллион, полтора, два, три, четыре, два года что? Значит, и так далее. Франшиза, ой, понравилось, здорово. А стоит сколько, Наташа, 150 тысяч долларов? Да, да, в США 150 тысяч долларов, это почти 8 миллионов. И еще не факт, что получится. Для того, чтобы назад вернуть эти 8 миллионов, нужно еще полагать. полагать, и чтобы только отвернуть назад. А он парень не танцует. Да, как у Наташи варьёвает, это так. Значит, как он на стойке, слушай, первый раз услышал. Так, да? Володя полетает. Володя полетает, но я еще первый раз. Ну и сейчас секс-опрос. Как секс-опрос? Секс-опрос? Серьезно. Итак, дорогие друзья, чему мы сегодня с вами говорим? Да, у нас сегодня есть опыт предпринимательства, и наш с вами опыт. О чем это? О том, что в свой бизнес нужно инвестировать деньги. Хотя для нас с вами компания делает очень много, но мы все равно должны инвестировать какие-то деньги, да? В имидж, в обучение, которое вы сейчас проходите. Вот здесь вот очень важный момент. Если вы хотите продвигаться в бизнесе, то вы должны посещать максимальное количество мероприятий. Значит, нужно себе сесть и посчитать, во что выходят все годовые мероприятия. Например, 15 тысяч, там 300 рублей ВМВ, 600 рублей МЕГА, 300 рублей ЭМВ, 300 рублей. Посчитали, например, 25 тысяч, там, или сколько у вас уходит в год, да? Значит, вы должны 2 тысячи в месяц откладывать, откладывать, откладывать. Когда у вас в ВМВ, вы оттуда 3 тысячи рублей взяли. Когда у вас, не знаю, вы оттуда 4 тысячи взяли. Когда еще что-то, там оттуда 4 тысячи взяли. Тогда будет все очень просто. У вас есть бизнес-школа, на которой сидит 130 человек, и вы им задаете один прекрасный вопрос. Кто хочет стать миллионером? Есть такие люди? О, лес рук. Значит, вот этот лес рук должен повториться. тогда, у нас воезная школа, Победков говорит, ребята, у нас воезная школа, в июне или в августе туда-то стоимость 6 тысяч рублей, кто едет? Ну-ка, а что вы не все руки поднимаете, а? Сразу началось, значит, что миллионером хочется стать все, а 6 тысяч рублей нет. Поэтому должен быть лес рук. Почему? Потому что люди понимают, где есть на это отложение. Это инвестиции в свой собственный бизнес. Тогда будет результат, по-другому, чем будет. Вот это надо четко понимать. Не будет. Дальше. Значит, вот вам табличка. Надо суть и подумайте, что, значит, в бизнесе идет, да, когда мы работаем на себя. И что на наемной работе? Плюсы, минусы, минусы, плюсы. Для себя сделайте некий такой анализ, чтобы вы понимали, где лучше, где хуже. Ну, в принципе, везде хорошо, да, кого-то устраивает. Эта часть, кого-то устраивает. Эта часть, поэтому здесь нельзя говорить, что те плохие, эти хорошие. Нет. Это нормальная ситуация, когда люди работают и там, и там. По-другому быть не можем. Следующий момент. Вчера Лёв нам рассказал очень много интересного про компанию, вообще про рынок, про бренды, как мы с вами развиваемся. И сегодня, я могу сказать так, девчата, которые рассказывали о традиционном бизнесе, они очень много подтвердили в том, что мы идем в правильном направлении, и наши бизнесы довольно похожи с ними, да, просто где-то больше у них они вкладывают, денег больше туда, ответственности у нас это несколько по-другому, но в любом случае мы идем в одном направлении. Итак, что это за картиночка? Значит, в данном случае, вот здесь я в плане «Эфлейм». Компания «Эфлейм» занимает некую долю рынка в СНГ. Следующий момент, смотрите, сегодня на примере традиционных бизнесов, на примере традиционных бизнесов, вот Наталья очень хорошая примерка, «В городе три центра, вы сказали, да, и вы открыли, это четвертый класс. То есть уже в городе есть три центра. Можно было подумать и сказать, уже три центра есть на 70 тысяч населения, но где тут спишешься? Понимаете? То есть человек заходит в рынок новым человеком, и он что должен сделать? Посчитать. Он должен зайти как клин вбиться в этот рынок и вот так его раздвигать. Правильно? Да. Он должен этот сектор раздвигать, то есть двигать всех остальных. Такая ситуация? Такая. Значит, смотрите, что происходит вообще в любом бизнесе? Это не имеет значения. Ее бизнес, наш бизнес и так далее, да? Есть косметический бизнес, есть косметический бизнес, просто косметический бизнес, есть косметический бизнес прямых продаж. Это как вот мы, Эйвен, еще, когда там футболик продают, да? И мы с вами занимаем некую долю рынка. Другую долю занимают другие компании. И ларианты, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Можем ли мы с вами вот эту штуку подвинуть? От чего это зависит? Это зависит от нашего подхода, да? От того, что мы будем, значит, двигаться и двигаться вперед. Правильно? Следующий момент, о чем я хочу рассказать. О том, что, смотрите, хотим мы с вами или нет, рынок косметический нарастает. Хотим мы с вами или нет, услуги медицинские нарастают. Останет. Почему? Потому что люди все больше и больше хотят беспокоиться о своем здоровье. Если раньше они шли по нюху, тогда, когда им уже наносил, как кисли, понимаете? Вот теперь они бегут по раме. А вы проверьте меня здесь. Здесь все нормально, все, я себя чувствую. У нас даже самая картина, да? Если раньше человек мылся одним куском хозяйственного мыла всеми встанками, то теперь нет. Для каждого места свой кусочек. Здесь мыло, здесь етенчик, здесь значит, то, здесь это и так далее. То есть получается, что больше спектр продукции человек брать. Правильно? То есть рынок расширяется. Хотим мы с вами этого или нет. Люди все больше и больше и больше покупают у себя продукции. Соответственно, соответственно, даже если мы с вами будем дураканы, все равно на нас долю больше придется. То есть даже в этой ситуации. Но лучше этого не делать, а лучше вот эту вот, как раз вот эту долю, делать что делать? Увеличивать. Первое. За счет того, что все равно рынок растет. Второе. За счет того, что мы лучше ослуживаем конкурент. И здесь очень хорошо Инна рассказывала о том, что когда люди берут вот эту франшизу фитнесовскую, да? То это еще никто не гарантирует, что у вас будет получаться, если вы не будете вкладывать в труб, если вы не будете вкладывать в креатив, если вы не будете вкладывать, обслуживайте клиента. Все очень просто. И поэтому, смотрите, очень красный момент, который мы с вами должны увидеть. Сегодня мы очень хорошо на эту тему разговаривали. Вчера и еще завтра будем. И сегодняшний день. Давайте предположим такая ситуация. Компания Алифлейн, компания, мы не будем как бы говорить, какая-то компания там, один, компания два, компания три. Получим, да? Компания Алифлейн, компания один, два, три. Значит, какая у вас задача? Вот видите, у компании один вот клиенты, у компании два вот клиенты, у компании три вот клиенты, клиенты, консультанты и так далее. А это ваши деятельные консультанты. Какая ваша задача? Что вы должны сделать с этими людьми, чтобы они перешли вашу помощь? Ну, видите, они как уже это спуткают. Ну, и что вы с нами будете делать, чтобы мы перешли к вам? Что вы должны с ними сделать, чтобы они пришли к вам? Ведь это же те же самые люди, которые, смотрите, это же они. Так или нет? Так. А, значит, вы должны что-то сделать такое, чтобы они просто при прыжку побежали сюда, понимаете? Не вовоком вы их тащили. Ну, пошли, ну все, давай, да, алифлейм лучше всего остановка. А он прыгается, упирается, как этот самый, понимаете? И он чувствует нервы, вымыть и не надо. Почему? Потому что меня тянут уже и на шею набросили и так далее. Поэтому здесь что нужно ей сказать? Предложить лучше условия, лучше сервис, не забывать про них, как про клиентов. То есть пост обслуживания должно быть. И да, да, клиент, да, да, да. Ну, маленькая цель сопроса сделать. Итак, дорогие друзья, как вы смотрите, с одной стороны у нас с вами финансовая часть разговора, с другой стороны она вся завязана на наш бизнес. Потому что ничего без финансов не бывает, да. Дети учатся, нужно купить трампу, значит, рубашку нужно оплатить, значит, еду нужно оплатить. Бизнес нужно содержать. Точно так же, как и автомобиль. Заметьте, человек легко покупает глуталин для мертвой кожи, и мы ему должны красочно рассказать, чтобы он купил крем для животных. Мородокс. Понимаете, вот здесь это же может испортиться. Поделите, вам надо масло, чтобы его свой не съел. А здесь попортится ладно. Понимаете, вот иногда вот смотришь в люди и связать этого не можешь, как это так происходит, да. Так же самое ситуация и в бизнесе, да. Если мы хотим, чтобы наш бизнес работал и функционировал, значит, мы должны его оберегать, кормить, подгадывать, так же, как и автомобиль, да. Автомобиль, значит, на заправку мы заправляемся, и, ну, как же так. Я на пустом бане не поеду. Бизнес подождет, два года не будет. Вот сначала пусть он подменится, бизнес, начнет мне приносить дивиденды, тогда я буду, да. Вот если Наталья так взяла, как это называется, простое помещение, как, непонятно, три каких-нибудь писанок оборудования принесла, и начала лечить клиентов, значит, да сейчас я денег заработаю, тогда я куплю новый прибор, который будет действительно, ну, искать проблему. А здесь пока я на, погадаю, на карту, значит, карту раскинули, как там они раскинуты, да. Нет, сначала вложился, потом делаешь. У нас с вами та же самая ситуация. Сначала вкладываю в себя знания, обучение, еще какие-то вещи, потом получаю результат. Вот это очень важное. И, наверное, главная вещь я сказал, я не стал сегодня очень много разгрузить в синдроме. Вы должны понять главный момент. Деньги нужно считать, нужно планировать все свои расходы, нужно ввести бюджет, чтобы вы понимали, что вам нужно, понимаете. Когда я ввожу бюджет, я понимаю. Знаете как, у меня есть желание купить для себя ферраль. Значит, она стоит где-то порядка 15-16 миллионов рублей. Значит, страховка стоит миллион рублей в год. Понимаете? Миллион стоит страховка. И с тем доходом, который у меня сейчас есть, его цель пространства, я буду правил. А, слушай. Нет, страховку-то я могу и купить. Вопрос не в этом. Я понимаю, что мне нельзя брать на грудь такой вес. Просто нельзя. Почему? Потому что это будет одно ферраль. Понимаете, как это? Значит, в трусах сел и ферраль. Но как это будет выглядеть так. Понимаете? То есть, ест шеррак, значит, но зато на ферраль гоняет. Но это неправильно. Понимаете? То есть, нужны расходы по неким вещам. И как говорит бонус шеррак, самая лучшая стоимость автомобиля, которую вы можете себе позволить, это две зарплаты. И все. Да, никакие бонусы. Где зарплаты? Зарплату-то не смеешься, значит, за шестьдесят шестьдесят. А не за миллион шестьсот, да. Итак, дорогие друзья, я хочу закончить, знаете, на чем? На том, что у нас с вами есть большая перспектива впереди. Рынок косметически развивается. Алифлейн, две переца вперед, и мы с вами можем очень большую долю рынка захватить. И вам еще будет задание. Составьте себе свои финансовые цели. Вы знаете, вот когда я веду вот этот учет, я тоже иногда не все записываю, знаете как? И потом начинаешь метаться. Блин, подожди, куда эти девушки? Получил? Слушай, на, это понятно. А куда вот еще пятьдесят семь стичь делается? Понять не могу, понимаете? Вот сижу и пересчитываю. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Куда еще пятьдесят семь стичь делается? Я не думаю, ну пять-семь, ладно, там они плюс-минус сюда сбежали, да? Заправился. Но пятьдесят семь стичь, куда делается? Ничего понять не могу. И вот сидишь, вспоминаешь, понимаете? Поэтому эти вещи нужно записывать. Итак, финансовые цели поставьте себе. Для чего? Для того, чтобы можно было понимать, что вы можете для себя создавать в этой жизни. Потому что, собственно, все мы с вами работаем за то, чтобы создать себе некий уют, комфорт, удобство и так далее. И в конце своего выступления, знаете, что я вам хочу пожелать? Я вам хочу пожелать, чтобы вы легко владели страховкой по сто тысяч, по двести тысяч. И не запаривайтесь с этим вопросом. Нет, я страховать машину не буду, потому что я вот хочу дорого. Вы знаете, я не хочу, чтобы из-под меня BMW X-6 в один прекрасный момент уехал. Я пожелевший 100 тысяч потерял 2,5-3 миллиона. Почему? Потому что она вдруг... Кто-то сел, знаете, так, и уехал. А я сказал, ай-ай-ай-ай, пожелел. Да, или какой-нибудь оборот въедет в бочину. И ремонт будет стоить немедленно сколько. А так я себя защищаю какими-то вещами, понимаете? И так далее. Поэтому я вам желаю, знаете чего? Я вам желаю больших налогов. Вот чтобы у вас налоги были, понимаете как? Чтобы вы приходили в Сберкассу, значит, когда вы приходили в Сберкассу платить налоги, оплачивать налоги, она закрывает Сберкассу и идет сдавать деньги старшему органу. Потому что такое большое количество денег в кассе ей, вот здесь, держать нельзя. Она идет и не сдает туда. Вот я вам желаю такую ситуацию, чтобы после вас в Сберкассе закрывалось окошко и, значит, кассирные, слать вам в кассирку, забрать туда в кассу своих детей. Больших вам налогов, дорогие друзья! Аплодисменты!